Смотрите какая красота! Где? В национальном парке Грейт Бэйзин. Это у нас в восточной части Неван. Там часто сжигают старую растительность, контролировано, чтобы избежать в будущем больших пожаров. Но места там старые, там еще индейцы жили. И такую территорию надо проверить. Ну а вдруг? И чтобы это вдруг случайно не сгорело. Так вот, при очередной такой проверке, Ева Джайсон, сотрудник этого парка, под старым можжевельником, заметила, как ей показалось какое-то ружье. Издали казалось, что его там недавно поставил владелец, но вокруг никого, пока глаз видит. Подошла ближе и поняла, что находка там стоит очень давно. Вы посмотрите только на состояние. И что же нашла девушка? Признали? Да, позже установили, что это был очень старый винчестер. Видно, что его там просто поставлю, так вот, под деревом, забегая наперед уточню. Что случилось с владельцем, установить, увы, не удалось. Так как этой находке почти 150 лет. Если присмотреться, то видно заводской штамп 1873 года. В то время, такой вот винчестер продавали за 50 долларов. Но потом была рецессия, я про экономику, и он уже стоил 25 баксов. Небольшая цена и его надежность сделали это оружие очень популярным в то время. Зачем находку обмотали лентой? Ну так, чтобы банально не развалилась. В самом стволе патрона не было. Но рентген показал, что в ложе он есть. Его, конечно, очень осторожно извлекли. У этого винчестера была необычная конструкция с рычажным механизмом. Она позволяла ему делать 15 выстрелов без перезарядки. Конечно, такой находки вместо только в музее, в спецконтейнере. А вот так вот сделали инсталляцию. На фото наша находка, а ниже подобный, но в состоянии склад. Да, замечу, все-таки тут территорию сожгли, и это дерево сгорело. Друзья, если у вас возникли какие-нибудь вопросы, не знаете, как обменять свои находки на деньги, как это сделать и где, или хотите увидеть свою находку в моих роликах, то ссылочка под видео. Также там есть ссылка на мою группу, где точно настоящие, реальные находки моих подписчиков и поисковиков. Можно посмотреть, что находят люди, да и просто попросить помощи в определении. Подписывайтесь, ссылочка под видео. Субтитры сделал DimaTorzok